Всем привет своим братьям в реке, это вторая часть прохождения в Европочке, 1703 год за Англию. За прошлую серию мы объединили, так сказать, британский полуостров, зааннексили Шотландию, захватили Нидерланды, разобрались в обеих Америках и воюем с мугалами, по факту со всей Индии, даже считая Афганистан. Мы за эту серию постараемся максимально расширить своё влияние, так как в фланах у нас Империя на весь мир. И, кстати, мы уже достигли того момента, когда мы можем стать с Королевства Империи, это даёт нам отличные бонусы, это очень хорошо. А ещё давайте возьмём Вартакс, тотальную мобилизацию брать не будем, потому что когда война закончится, она следит. А вот военная давайте поставим. И теперь у нас такие бонусы на строительство, парни. Мама, не горюй. Пожалуй, начнём с того, что изменим наши дивизии, добавим как минимум сюда вот так ещё по пехоточке. Три, да? И потом в будущем что я сделаю? Давайте добавим сразу же разведку. И потом добавлю ещё три арты. Назовём их VC. Нет, не туалет. World Conquisters. А ещё я так подумал, давайте удалим нафиг этих лошадей, зачем они нам нужны. А точнее, скорее, пусть переформируется в нормальной бригаде. Ничего, поначалу всегда всего не хватает, но я уверен, мы выйдем в плюс. Тут пока мы застряли, пусть они убиваются, а мы построим нам снабжение и тогда их разобьём. Застраиваем Амазонию, так сказать. А тем временем, дивки-то полностью заполнились, между прочим. Да-да. Испанцы так и не могут добить Португалию. По всему миру движ идёт. Ну а мы потиху колониями обзаводимся. Всё, 24 дивки прибыли полностью оснащённые, прекрасные VC-дивизии. Лучшие из лучших. Они сейчас разорвут Индию. Попробуем прорвать. Так, ну по идее, учитывая наш огромный прорыв, мы их в любом случае должны прорвать вообще без вариантов. Ну, у нас типа у дивок прорыв 43. Для этого времени это огромный прорыв, невероятный. Как приятно усвоимые рионетки закопать за одну фабрику 80 шёлка. Давим этих индиан... Индейцев? Индианцев? Мне так нравится, что качество тут всегда побеждает количество. Но я про то обеспечение добавил. И вообще нужно... Ну, радио. Да, прорывчик, я чувствую, будет вообще офигенным. Он просто из-за такого прорыва дивки ничего не могут сделать и не умирает. Пробуют пробить и просто сами ещё сильнее убиваются. Что-то бешеное. Походу мы проходим в Хидербат и... Простите, если я неправильно говорю, но... Блин, это жёстко. Мы, правда, всё разрываем просто. Блин, колонизации второй раз подряд не удалось. О, а тут суплай достроился. Всё, теперь тут мы сейчас разорвём. Не, ну просто прекрасно у нас жизнь идёт. Давайте вот так в две стороны постараемся этим разъединить и этим на юг пройти. Опа, вот и первый котёл мы завезли. И походу мы сейчас разъединяем фронт. Это реально нереально. Оля, ещё минус дивизии. Ещё котелочек пять дивизий. Угалов прям не чувствуется. Ну и раз всё так хорошо, предлагаю понемногу добавлять арту. О, наконец-то колонизировалось. Всё, тут хоть нормальная граница теперь. Тогда давайте вот тут шёлка дофига это колонизируем, чтобы даже фабрики не тратить хоть и одну. 21 дивизия в двух кровках. Жесть. Ладно, я, короче, психану призову Испанию в эту войну, потому что по-другому очень долго это будет. А, а я не могу, найс. Как вы мне объясните вот это? Уже выбейте уже этот порт, ё-моё. И всё, выведем нормально. Конечно, на севере снабжение ноль просто. Ну ладно, мы будем стараться сейчас тут котлить. Короче, пошлю эти дивки в Индию, а потом призову Испанию после окончания войны. Так, суппорт-эквипмента вроде бы дофига. Давайте добавим логистику. Это пять прорыва ещё даст. И радио потом добавим. И это будет такая песня. А, и мы тут уже закончили, да? Найс. А, не, вот это порт ещё остался, но все другие дивки вымерли. Ну и эти сейчас помрут по-немногу. Кайф, кайф. Сейчас мы их ещё на севере отправим. Е-е-е, каски летят, та-па-пам-пам-пам. Да ё-моё, колонизация не удалась. Дайте мне мой шоу, Карл. Давай, Арта, давай. Так, уже пять дивок осталось. Сейчас, потому что четырнадцать дивок, это очень важно. Мы их тут как раз на подкрепление возьмём. Чив в каком-то направлении уже дорвём и капнем их. А, то есть он настолько дебил, что он сюда дивки подгружает. Или, да, он сюда дивки привозит, и они умирают. Не, ну мне это только на руках. О, Арта в плюс вышла. Ура, победа! Вот блин, он тут профку отжал. Галами. Або дай тебе в черти вхопили! О, наконец-то мы тут вроде добиваем. Итак, потеря мугалов. Двести двадцать тысяч на шестьдесят семь. Так, объединяем эти армии, теперь пойдём сейчас в большой поход. Они просто сыпятся. Колонизация удалась. Калимонтан из The Capital в Грейт Англии. Жанпур Брау. Между прочим, Австрия объявила войну Османской империи, но тут гражданка не закончилась, и Османская империя очень маленькая. А вот восстание аристократов, походу, удалось. Так, попробуем тут их разъединить. Революция Джаниса. Янчар, наверное. А, вот. Теперь они атоманы. О, разъединили. Пожалуй, же можно добавить и радио. Осталось две арты добавить, и это идеальная дивизия. Семьдесят прорыва. Уже. Офигеть. О, колонизируем габон? Чини! Бррррр. Саповой вагон. Кто смотрел Джорджа, тот шарит за настоящего вагона. Блин, тебе реально этих вагонов не хватает. Жесть. Сто все остальное в плюсе. А, ну тогда давайте пробуем добавить еще одну арту. Сюда делим. О, Шашхабад, походу, берем. Revolution Reage изучили, там исследование бонус. И Шашхабад взят. Опа, столица наша, но еще даже не близко. Шестьдесят пять процентов. Так, все, последнее морко унес, вкачаем, шоу, всегда колонизации удавались. Так, а тут мы не забываем тоже прорывать, шоу, лохи, шоу, не прорывать. В принципе, логично. Как говорили деды, если можешь прорвать, то прорывай. Если ваши деды так не говорили, то я вам сочувствую. Третью лопату прокачали. Сережа, делай шляпе. Нюхай бэбру. Ну, мы тем временем, походу, полностью укомплектовали дивизии. Что мы имеем на выходе? Восемьдесят фа прорыв. Найс. Просто делишес, как говорится. О, хорош французы говна поели. Изи. О, мугалы капитулировали. Походу, Калькуту взяли. Ура, победа. Тайкл Стейтс. Знакомьтесь. Инглун. Ну и насчет дивок. Вообще можно попробовать сделать вот так. Мне нравится, мне нравится этот шаблон. Сто прорыва нереально жестко. Давайте. Ну, вот такие у нас дивизии. 1706 год. Сто прорыва. Намас. Вот, смотрите, какой альянс. Как раз разберемся с Индией. Ой, всего лишь 60 дней. Просто прекрасно. Через 60 дней захватим. Я забыл создать агентство. Вот на сопротивление посмотрел. Давайте создадим агента. Поставим в Индии. Царь войны выполнена. Оправдываем войну. Оправдываем войну. Звучало сильно. Так, вступаются же, да? Ну, давайте. Ну, вступитесь. Ну, вступитесь. Эм, вступитесь. Эх, жаль. Сколько он? 47 тысяч пушек, да? Ладно, придется на всех оправдывать. Ну, ничего. Что поделать? На вот таком моменте вторая серия за Англию подходит к концу. Я надеюсь, она вам понравилась и вы влепите жирный лайк. Также не забудьте подписаться на канал. С вами были братья Эврики. Всем удачи и всем пока.